Слово «искусство» трактуется вообще по-разному. Кто-то говорит, что это искушение, от слова «искушение» происходит. Но то, что касается иконописи, здесь лучше, конечно, понимать в смысле искусности. То есть, если перевести на русский язык, опытности. Есть такое понятие в литературе «искусный монах». Это человек, который опытный монах. И он прошел разные испытания, и он уже твердо стоит на ногах, так сказать, и знает направление. То же самое в иконописи можно понимать, что в ней отражен большой опыт изучения мироздания, человека, бытия и божественного промысла в мире. Вот в этом смысле иконопись можно считать искусством. Но, с другой стороны, иконопись еще является священным образцом, который приравнивается ко Святому Кресту Христову и Евангелию. Высота иконы очень большая. Но дело в том, что общечеловеческое понимание искусства совершенно иное. Иконопись в смысле развития искусства немного ограничена. Так же, как и природа наша, она создана и она меняется, но она дальше не развивается. Так же, иконопись – это вполне состоявшийся пример взаимодействия богостворением. Но понимание мира, общечеловеческое понимание искусства, этого недостаточно. Искусство развивается, и человек развивает искусство по своему усмотрению, доводя его до каких-то фантазий, до новых идей, до мистики какой-то. Искусство использовалось для трактовки исторических событий. И таким образом можно подвести итог, что есть искусство, которое развивает человек на основе мироздания. И развивает его по собственному усмотрению. И такое искусство ведет куда угодно, но оно не приводит к истине. Есть искусство декора, которое просто украшает, служит для того, чтобы представлять власть, торговлю или религиозные какие-то культы. Есть настоящее искусство, в таком христианском понимании, которое свидетельствует о Боге, о настоящей красоте, о настоящем порядке и о взаимодействии Бога с человеком. К такому высокому служению и принадлежит иконопись. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok